здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим на пожалуй саму горячую тему этой неделе это шорт по тесла также посмотрим что у нас происходит на рынке коррекция вновь возобновляется одну и обсудим последние новости но прежде чем и начнем не забудьте поставить лайк этому видео вопрос как всегда оставляйте в комментариях на этой неделе стало известно о том что майкл бьюри тот самый который является прототипом для книги the big short игра на понижение да и впоследствии в котором был снят фильм с кристианом бейлом человек который управляет своим фондом да у него home office но тем не менее у него достаточно большие активы на в управлении и как раз это тот человек который предсказал ипотечный кризис 2008 года когда он как раз тогда заработал на этом денег собственно он пошел в шорт против против тесла и его суммарная позиция через пут опциона составила порядка пятьсот тридцати миллионов долларов да об этом было сообщение из комиссии по ценным бумагам ну детали сделки не полностью все раскрываются так как объем недостаточно для того чтобы предоставить больше данных то есть например срока истечения до данных опционов соответственно здесь для инвесторов но с одной стороны да мы можем полагаться на то что этот человек который предсказал кризис 2008 года может оказаться прав и в этой ситуации но здесь важно разобраться почему он это сделал собственно его основной основная причина подобных действий она связана с тем что компания тесла так как который является производителем только электромобилей на пользовалась определенными квотами от правительства которые обязывали как раз иметь определенное производство с своей продукции именно автомобилей с нулевыми выбросами да так как у тесла только такие автомобили да то есть только электроавтомобили они получали бесплатно да вот эти квоты и перепродавали их другим производителям что интересно то что это было существенный то есть фактически они мы зарабатывает там до 100 процентов на перепродаже а и 500 в первом квартале 21 года 518 миллионов они заработали на перепродаже вот данных регуляторных кредитов да то есть назовем это так собственно как также заявил финансовый директор компании пока у них есть такая возможность их перепродавать они будут перепродавать и на этом зарабатывать то наверно будущее на биткоине зарабатывать и дальше но не на продаже автомобилей а и меня соответственно сейчас опять же странно говорить о том что мы рассматриваем падение доходов тесла из-за перепродажи как раз данных кредит потому что многие компании европейские то есть тем которые они перепродавали до данные кредиты они уже начинают производить электромобиль на своей базе и могут сами получать эту квоту то есть уже у них не будет покупателей на них и здесь как раз одна из идей да почему он вообще он майкл баре считает что по тесла пузырь уже давно и его позиция как говорится набиралась уже несколько раз да на шорт против компании тут мы видим что за этот год он с февраля с уровня чуть ниже 900 мы уже опустились до 50 то есть коррекция ставка порядка сорока пяти процентов и майкл бьюри вот как раз считает то что тесла это пузырь да и собственно поставил свои деньги на это не разделяет я думаю что его мнение к эти вот которая наоборот держит существенную долю тесла своем портфеле и предвлекала на ближайшие несколько лет стоимость акций компания тесла по 3000 насколько помню поэтому здесь важно разделять вот эти полярные мнения это не говорится о том что нужно бежать и шортить тесла но тем не менее это на интересный момент на рынке а если смотреть по мультипликатором до тесла все еще выглядит дорогой и 582 хотя было 900 продажи 35 миллиардов при общей капитализации 556 то есть price to sales 15 а форвард и 92 ну уже достаточно неплохо но на тем не менее конкуренция на рынке возрастает и если тесла не пойдет дальше с непосредственно с автономным транспортом да как они заявляли сделать автономное такси это что может перевернуть принципе данную сферу делать для них может быть очень хороший рынок то скорее всего в целом автопроизводители которые делают уже электрокары могут их достаточно легко обойти потому что есть уже свои дистрибьюторы да свои сети есть свои покупатели которые любят те или иные модели готовы перейти на электрические версии уже много производителей это делает поэтому нужно быть с теслой аккуратным а еще ну давайте посмотрим на рынок в целом теперь то есть мы вчера видели вновь распродажу много из компаний были в красной зоне а собственно были компании которые отчитывались как раз вчера там например волмарт волмарт довольно таки неплохо подрос но в целом пока мы видим динамику нисходящую и если вновь вернуться к индексу викс который как раз индекс страха с прошлой недели собственно здесь а мы видим то что было движение как раз на этой на прошлой неделе в отметку 27 да то есть мы видим что страх повышается и раз на этой неделе скорректировать как раз когда откупили ту коррекцию которая была но сейчас индекс страха вновь возрастает поэтому волатильность на рынке а вероятно будет повышаться и к этому нужно быть готовым в принципе мы видели нисходящее движение ну коррекцию и по nasdaq то есть принципе все индексы которые были они скорректировались но если посмотреть там общую картины там dow jones скорректировался на зак скорректировался s&p 500 скорректировался то есть но в пределах одного процента были коррекции за вчерашний день но тем не менее пока мы находимся непосредственно в красной зоне поэтому здесь нужно быть аккуратным мои многие компании также продолжают корректироваться а теперь что у нас происходит на рынке на рынке опять же если мы предположим что вот ближайшее время коррекция может по фондовым рынком начаться это говорит нам о том что может начаться и вновь волна укрепления американского доллара до против ключевых валют соответственно сейчас смотря на евро долларом который торгуется там область уже 1 2220 до этого бы сопротивление которое мы видели как раз феврале и в марте от нее ну и в целом увидим то что пока на валюта пара перекуплена конечно здесь мы не говорим о там целях движения на 1 17 хотя они тоже есть как среднесрочные долгосрочные но мы находимся у сопротивления и пока мы но полноценно не преодолели данный уровень вполне вероятно что коррекция здесь может произойти поэтому как один из вариантов я для себя рассматриваю возможность попробовать евро доллар все-таки зашортить тем более те то движение которое мы говорили ранее да пока на возобновление как раз вот исходящего тренда но реализовалась да то есть оно дошло до тех целей которые были ну к сожалению без меня рынок здесь не скорректировался думаю от ложного ордера но тем не менее то сейчас я буду смотреть и оценивать ситуацию уже исходя из из боковика да то что мы находимся непосредственно боковики возможно как одна из идей это попробовать евро доллар а зашортить но пока пока здесь об этом только планирую а по британской валюте точно такая же картина особенно если мы с вами смотрим дневной таймфрейм и подошли к максимуму который мы видели феврале мы видим то что британская валюта торгуется в зоне перекупленности и конечно перед рывком вверх который безусловно может случиться и фондовый рынок может дальше продолжить расти мы можем увидеть вот как раз коррекцию которая здесь данном случае может быть довольно таки неплохой из процентов там полтора процента мы вполне можем здесь скорректироваться а по паре американский доллар канадский доллар здесь тоже подобная ситуация возможна так как у нас тренд здесь фактически не менялся с нисходящего на восходящий то покупать с одной стороны да то есть техническая картина и смотреть часовой таймфрейм если мы закрепимся выше отметка 120 80 то в принципе сигнал контр трендовый на то что можно покупать он будет но я бы не хотел этого делать потому что у нас нет фактически здесь никаких поддержек уже много-много лет и как мы видим пока здесь не было смены как раз у данной формации были определенные колебания как раз в летом и осенью прошлого года да но дальше уже тренд возобновился поэтому купарь американский канадский доллар пока только на продолжение тренда и здесь уже эта ситуация может повлиять уже только через пару недель не раньше а по паре американский доллар японская иена здесь тоже ситуация не очень однозначно с одной стороны мы видели довольно таки активный рост как раз с января но фактически весь год пара американский доллар и японская иена росла то есть доллар укреплялся сильнее по данному инструменту и с одной стороны да вот это восходящее движение здесь может продолжиться мы нащупали поддержка области 107 но хотелось бы скорректироваться чуть пониже да то чтобы купить как раз в области 107-108 а если будет то скорее всего да эту ситуацию безусловно для себя тоже рассмотрю пока вот мы торгуемся в середине как раз данного канала здесь у меня пока нет идей то есть нет четкого понимания куда цена может пойти что в этой ситуации делать а по австралийцу по австралийцу здесь тоже у нас есть боковик да то есть который был сформирован как раз верхняя граница пока а теми уровнями которые были как раз в мае нижняя граница это 75 и сейчас мы торгуемся как раз ближе к верхней границе что также может нам дать сигнал на возобновление продаж то есть в целом было бы интересно попробовать да то есть было бы интересно заходить продаж но это несколько пограничная контр трендовая до торговли а в но в рамках опять же этого диапазона поэтому здесь буду присматривать если будет еще один рывок а вверх возможно сложно пробоем как раз максимум которые были в начале мая то тоже картина для входа в шорт может быть довольно таки интересна и то же самое по новозеландцу а в принципе здесь вот этот уровень сопротивления он более четко просматривается здесь по крайней мере мы были были в январе этого года я подходили как раз мая и вот сейчас цена как раз начинает снижаться но хотелось бы видеть еще один рывок и вот оттуда уже до пробовать шарти то есть невозможность увидеть подтверждение с рынка что цена не может уйти дальше вверх до выше отметки 73 золото вот по золоту тоже довольно таки интересная ситуация во-первых мы подошли к области сопротивления на 1866 то есть эта область была поддержкой как раз летом и в сентябре прошлого года затем ее пробили и тренд фактически пошел вниз как раз это уровень я пробовал покупать так как он был ну сильно да он устойчиво держался несколько месяцев вот этим после того как его пробили уже а пошло движение исходящее и мы все еще видим что золото у нас находится в зоне перекупленности и вот по золоту я еще раз буду пробовать его широтить если мы сегодня закрепляемся ниже отметки 1863 я поставлю отложенный ордер и буду ждать коррекцию ну примерно такая так такой же подход как был 12 мая но к сожалению здесь стоп лосс я перенес в безубыток сделка закрылась по безубытку затем да мы видели еще определенный рост греба потерять деньги то есть я не готов для себя до принимать этот риск и ну попробую перезайти потому что здесь все-таки ожидал для себя более более затяжного движения но теперь индексы по dax попытались мы подойти к максимальным значением да по одному из ключевых европейских индексов но уже второй день нас продолжается снижение сегодня рынке тоже открылись с понижением в целом по индексам идея покупать buy the dip то есть будет коррекция насколько глубоко она будет мы не знаем 7 процентов 10 процентов но покупать как раз после коррекции здесь будет максимально интересно да то есть заходить непосредственно продолжение тренда и в том числе по s&p 500 здесь s&p 500 мы тоже видим продолжение нисходящего движения мы видим что не смогли удержаться выше отметки 4200 и сейчас рынок тоже корректируется собственно сегодня открылись а тоже уже снижение поэтому опять же возобновляется нисходящий тренд ну здесь важно следить за индексом викс до индексом страха потому что они обусловно мы имеют прямую корреляцию чем больше растет а индекс страха тем больше коррекция но и больше развивается нисходящая формация по индексу s&p 500 но его я шортить конечно не буду я буду ждать уровни для подбора акций безусловно и для подбора самого индекса ну и нефть марки brent здесь пока вот как мы отмечали мы остановили в диапазоне 7067 здесь амплитуда движения за мая на снижается давал тебе становится меньше но если мы уйдем ниже отметки 66 то есть уровне которые были в мае то вероятно движение 62 то или 60 мы по нефти марки brent сможем видеть здесь скорее шорт чем покупки пока на текущий момент опять же мы находимся по локальным максимум ну и индексы dow jones до корректируются мы с вами видели это вчера также индекс nasda корректируется на принципе пока рынок находится в коррекции здесь тоже нужно быть аккуратным здесь например планирую для себя покупать какие-то акции которые сейчас находятся в коррекции то лучше дождаться остановки снижения по индексу s&p 500 и уже заходить в эти акции индекс могут просесть на 5 процентов акции могут просесть и на 10 на 15 на 20 процентов и в этом случае можно получить более интересную цену для входа ну что ж коллеги неделя тоже достаточно интересная интересные новости по тесла до рекомендую всем еще раз посмотреть фильм кто не смотрел игра на понижение а ну а на сегодня это все не забудь поставить лайк видео если вам понравилось вопросы оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим как завершается текущей торговой неделе всем спасибо за внимание и до свидания